Депутаты просят вернуть бизнес, изъятый рейдерами. Такой запрос сделал Мажелесмен Саиров. По его словам, с 2000-х годов люди старого Казахстана вели рейдерский захват успешного бизнеса у национальной буржуазии. Такую систему сформировали сторонники Рахата Алиева. А в настоящее время предприниматели требуют вернуть себе бизнес и имущество, заявил Мажелесмен. Слово «рейдерство» происходит от английского «raid», что означает «захват». В Казахстане рейдерство особенно явно было в 90-х. В настоящее время роль рэкетиров взяли на себя госчиновники. Ведь без их власти и адом ресурса отнять чужой бизнес или собственность практически невозможно, говорят наблюдатели. Рейдерство с присущими ему криминальными элементами, казалось бы, должно остаться в 90-х. Однако казахстанские предприниматели, к сожалению, и сегодня нередко вынуждены отстаивать свое дело от незаконных посягательств. О незаконных действиях в отношении субъектов бизнеса периодически говорят и депутаты, и общественники, и сами бизнесмены. Однако, по имеющимся данным, за последние три года в Казахстане по статье «рейдерство» осуждено всего одно лицо. Говоря простым языком, рейдерство – это незаконный захват управления предприятием, с целью чего используются такие методы, как подкуп, шантаж, подделка документов или даже силовые методы. По информации пострадавших предпринимателей, с 2000-х годов люди старого Казахстана систематически вели рейдерский захват успешного бизнеса у национальной буржуазии. Такую черную систему сформировали сторонники Рахата Алиева. В настоящее время предприниматели и их родственники требуют вернуть себе бизнес и имущество, изъятое у них через средства массовой информации и информресурсы. Большинство таких случаев известны обществу. Депутаты Мажелиса не раз поднимали проблемы местных бизнесменов, в том числе и по случаям рейдерства. Они отмечали, что в стране имеет место преобладание черного рейдерства. При этом дело не обходится без участия подкупных чиновников. Они принимают решения о сносе объектов, переносе предприятий, из-за чего бизнесмены вынуждены переезжать на другие места. Говорили депутаты и о том, что налоговая, пользуясь пробелами в законах, может даже инициировать банкротство предприятия, как показывает практика, процедура сбора доказательств базы в случае возможных рейдерских атак чрезвычайно сложной. Статья за воспрепятствование предпринимательской деятельности на практике не работают, говорят наблюдатели. Как правило, рейдеры направляют проверяющих на полюбившиеся им предприятия, затем под разными предлогами забирают бизнес. Так, нефтяной бизнес, состоящий из семи нефтебаз и 96 автозаправочных станций, был изъят еще в 2003 году. Другой пример путем рейдерского захвата группа, принадлежащая Хайрату Сатовалда и его жене, незаконно завладела гостиницей «Хилтон» в городе Алматы. Дело в том, что госслужащие не несут ответственности за помехи бизнесу. По мнению некоторых адвокатов, в Казахстане уже сформировался свой особый вид рейдерства, основанный на чиновничьем беспределе, когда богатые люди или сами властимущие просто могут указать пальцем на понравившуюся ей фирму, участок земли, недвижимость и с помощью коррумпированных чиновников ими завладеть. В результате рейдеры выходят сухими из воды. Бауржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42.